Здравствуйте! Новости 24 на ННТ. Короткий анонс о том, что будет сегодня в выпуске. Инвест-проекты и возрождение Дервента. Своими главными целями визита президент Сбербанка Герман Греф поделился с главой республики. Подробности в выпуске. Один миллион дагестанским учителям. Власти намерены сократить дефицит педагогических кадров в районах республики. 40% паломников в Хадж из России – дагестанцы. Первый вылет из республики по квоте, выделенной Саудовской аралией, состоялся накануне. Накануне в республику прибыл президент Сбербанка Герман Греф. Встречал его глава Дагестана Владимир Васильев. Обсудив ряд вопросов, Греф посетил древний Дербент и несколько живописных мест в республике. Подробности у Хаджи Курбановой. Безналичный Дагестан – предоставление жилья социально незащищенным категориям граждан и инфраструктурные проекты. Ряд актуальных вопросов был обсужден в рамках встречи в аэропорту. Президент Сбербанка рассказал и о мерах поддержки инвестиционных проектов на территории Дагестана. По нашим финансовым показателям очень серьезную позитивную динамику в регионе. Позитивную динамику с точки зрения роста легального финансового оборота, роста платежей и бюджета всех уровней. И как следствие мы видим, конечно, начало других темпов развития республики. И я хочу поблагодарить Владимира Абдулевича и его команду за хорошую работу, за такое хорошее партнерство. И я бы сказал, за такой очень серьезный подготовительный этап к развитию республики. Одним из важных факторов, отмеченным Германом Грефом, стало планируемое возрождение Дзербента. По его мнению, многолетнюю историю города необходимо сохранить и создать на его территории рекреационную зону. Работа будет проводиться именно в этом направлении. Очень симпатичным представляется фокус руководства республики на возрождении таких исторических городов, как Дербент. Залетим туда, посмотрим. И договорились также о совместных действиях по развитию этого города. Владимир Васильев поддержал гостя республики. Он также анонсировал реализацию лучших современных достижений на территории древнего города. Потому что Дербент может у нас будет, я надеюсь, таким работающим проектом в городе, в котором будут реализовываться лучшие современные достижения проекта, с тем, чтобы потом мы могли воспользоваться и все джерминисты. Уже сегодня стало известно, что президент Сбербанка подарит Дербенту необычный мультимедийный фонтан. Об этом заявил на своей странице в сети Инстаграм Хизрий Абакаров. По словам мэра самого древнего города России, решение Германом Грефом было принято после посещения живописных мест города и республики в целом. В Госдуму внесли законопроект о продаже алкоголя с 21 года. С предложением увеличить возраст с 18 лет до 21 года выступил депутат Единой России Шамсаил Саралиев. Документ опубликован в базе данных Книжней палаты. В пояснительной записке указано, что в 18 лет подросток не в состоянии осознанно принять решение в вопросе потребления алкоголя и что внутреннее строение мозга прекращает формироваться примерно к 21 году. Саралиев отмечает аналогичный опыт зарубежных стран и указывает, что согласно опросу в ЦИОМа, 78% россиян поддерживают повышение возраста продажи алкоголя. Отметим, подобный законопроект уже вносили в Госдуму в 2017 году, но правительство не поддержало идею и указало, что в 18 лет человек полностью достиг физической и психологической зрелости. В Дагестане учителям сельских школ предложат 1 миллион рублей. По проекту «Сельские учители» власти намерены на 20% сократить дефицит педагогических кадров в районах республики. За 5 лет работы в селе учителя получат по 1 миллиону рублей. Деньги учителя может потратить на покупку или строительство жилья в населенном пункте, где устроился на работу. А если у него останутся деньги из этого миллиона, то может купить бытовую технику и мебель. Отметим, что наибольший дефицит наблюдается среди учителей английского языка. Сейчас свободно более 100 вакансий. Дагестанцам вернули более миллиона рублей неверно начисленной платы за коммунальные услуги. Перерасчет произвели в первом полугодии по предписанию госжилинспекции. Большая часть из необоснованно начисленных денег составила плата за газ, теплоэнергию, холодное водоснабжение и электричество. Всего же в госжилинспекцию поступило более 200 обращений с просьбой проверить обоснованность начислений. Смертельная опасность. В Дагестане с начала года под колесами поездов погибли 4 человека. Среди них один несовершеннолетний. Об этом сообщают в Махачкалинском следственном отделе на транспорте. Основная причина трагедии – это хождение пешеходов по путям в неположенном месте, нахождение на пешеходных настилах во время следования составов и попытки людей взобраться на платформу. В ведомстве призывают взрослых не проходить мимо детей, нарушающих правила поведения на объектах железнодорожного транспорта и подвергающих опасности свое здоровье и жизнь. Первый вылет паломников из Дагестана в Саудовскую Аравию состоялся накануне. Во дворе центральной джума мечети было организовано место сбора, откуда паломников до аэропорта довозили специальные автобусы. На время поездки паломников сопровождали волонтеры. Напомним, что в этом году от Дагестана в Кадж отправится 10 тысяч мусульман, а это 40% от всей квоты, выделенной Россией и Саудовской Аравией. В данный момент мы раздали Бейджинги за грамм паспорта каждому паломнику. После этого мы заходим, будем проходить регистрацию, вылетаем в Дубай, иншаллах. После этого мы пересядем на автобусы и поедем в Медину. Ну а в Буйнакском районе республики идет уборка озимых зерновых культур. С ходом работы ознакомились сотрудники Минсельхозпрода Дагестана. В районе под озимыми колосами занято 3600 гектаров пашни. Из них в пределах 1200 гектаров расположено в селении Нижнее Казанище. В жатве задействовано 10 комбайнов. В производстве зерна фермеры применяют технологию чистых паров. Она позволяет успешно заниматься производством зерна даже в зонах рискованного земледелия. В этом году погодные условия для производства зерна относительно были неблагополучные. Не было осадков, отрицательно подействовало на производителей зернофермер, которые занимаются производством зерна. Мы начали использовать и посеяли где-то на 700-800, на 500 гектарах пары. Выращенный урожай на парах говорит о том, что только такой метод, особенно в зоне рискованного земледелия, в зоне, как у нас район, так и по всей республике, только надо заниматься производством зерна топором, что она более эффективна. Соблюдение агротехнологии позволяет получать хорошие урожаи. Всего в Буйнакском районе убрано около 3000 гектаров посевов. В ближайшие дни уборка здесь завершится. Ну а в целом в республике на сегодняшний день зерно намолочено с площади более 71 тысяч гектаров. Далее обзор коротких новостей, подготовленные моей коллегой Луизой Раджабовой. В Левожинском районе председатель сельхозкооператива строил махинацию с овечьей шерстью. Хитронный глава пытался обогатиться на 178 тысяч рублей. Председатель отписался противное министерство, что якобы произвел поставку овечьей шерсти местной фирме. Но, как оказалось, организации и кооператив никак не взаимодействовали. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве и о поделке официальных документов. Угнал два автомобиля ради свидания с девушкой. Житель Дербенского района решил поехать на свидание к девушке в Дагогне. Ни транспорта, ни денег на проезд у него не было. Тогда он решил воспользоваться чужой припаркованной машиной. Двери оказались открытыми, а ключ находился в замке зажигания. Когда парень доехал, он позвонил девушке, но она отказалась выйти к нему. Молодой человек решил уехать домой, но машина заглохла. Тогда он угнал другую. И многим позже полицейским удалось задержать угонщика, который сознался в содеянном. Машину вернули законным владельцам. Дагестанец наряду с Роналду и Кардашьян в списке 100 пользователей Инстаграм с самой дорогой рекламой. Мурат Османов, более известный как Мурат Осман, занял 58 место в рейтинге «Постала ГП». Он оказался единственным россиянином в рейтинге. Реклама на его странице оценивается в 33 тысячи долларов за одну публикацию. К слову, восклавила рейтинг американская модель Кайли Дженнер. Реклама на ее странице стоит полтора миллиона долларов. Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице. Выходец из Дагестана скончался от травм, полученных во время боя против Субриэля Матисса. Трагический для Дадашева поединок проходил 20 июля в США и был остановлен по просьбе его секундантов. По пути в раздевалку состояние спортсмена ухудшилось. Он потерял сознание и был доставлен в больницу. Там в связи с отеком мозга Максим перенес трепанацию черепа и был введен в медикаментозную кому. Но накануне вечером у него не выдержало сердце. На профессиональном ринге Максим Дадашев одержал 13 побед. Поражение от Матисса стало для него первым в карьере. Спортсмену было 28 лет. Он лизгин по национальности, родился в Санкт-Петербурге. Последние годы жил с семьей в США. У Дадашева остались жена и двухлетний сын Даниэль. Одно серебро и три бронзы. С таким результатом дагестанские тхаквандисты завершили свое выступление на первенстве России среди молодежи. Турнир в течение пяти дней проходил в набережных Чулнах. В весе до 68 килограмм в шаге от первого места остановился Магомед Расул Амаров. В этой же категории на третьей строчке оказался Магомед Курбанов. Еще по бронзе в активе Хан Магомеда Рамазанова и Саид Магомеда Абдулкадирова. Так дагестанцы превзошли свой прошлогодний результат. Напомню, что в первый день турнира золотую медаль выиграл Али Халифаев, но эта награда пошла в зачет Московской области. Финалисты первенства страны попадут в число кандидатов на поездку на первенство Европы в Швецию. И к этому часу у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Смотрите также наши новости в YouTube и Instagram. До свидания, всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин